всем привет с вами снова я вера и это наш канал который вызов на из где мы вам рассказываем показываем что-нибудь новое интересное просто то что нам в общем то понравилось сейчас мы находимся на городском пляж батуми место потрясающее грузины молодцы тут висят мои вещи я сейчас хожу в купальнике молодцы реально есть определенные не минусы определенные незнания с их стороны и определенный такой вот стиль жизни менталитет но это только умиляет на самом деле единственное давайте сейчас хотела немножко рассказать вам про цены на пляже в будни мы снимали шезлонг покупали его за 5 лари умножайте на 24 кажется так получится в рублях это такой обычный шезлонг без мягкой вот этой вот штучки то есть просто пластмасска более покруче шезлонг он стоил 10 10 лари тоже умножайте на 24 получите собственно столько сколько должно быть без чем-то ребят не буду считать вот и не в будни совершенно другая цена мы взяли который покруче мягенький такой не просто пластмасска сеточка такая на которой ты располагаешься и в общем это уже стоило 15 лари есть определенное такое недоразумение которое нужно устранить и вот я надеюсь что я вам собственно в этом помогу если вы идете сюда на пляж договаривайтесь сразу по покупке шезлонга что вы можете отходить на какое-то время для того чтобы покушать потому что если вы не договоритесь получается следующая ситуация вы уходите часика на полтора на два у вас лежат полотенца на шезлонге все как бы нормально вы же купили ты возвращаешься назад и к тебе снова подходят и говорят оплачивайте место потому что уходим здесь есть один момент я сама нарвалась на такую ситуацию потому что я хотела быть честно искала ребят слушать его еще пойдем покушаем ну и вернемся и тут не такой такой вот дот что нельзя так делать я говорю очень странно мы вроде как договорились на 5 лари за двоих за нас видимо за то чтобы вы вышли пообедать чтобы шезлонги за нами сохранить не то чтобы договорились я сказала окей ну вот я вернулась мы вернулись нас не заметили мы сидели нормально в общем-то все и тут опять подходит парень и говорит где вот мои пять лаги его сушай я не буду платить это правда не честно поэтому ну и кстати мы собирались уходить немного некрасиво конечно получилось вот и он привлек какой-то парня который знал грузинский этот парень начал объяснять объяснил мне следующее объяснил что если вы уходите часика на два то вроде как ничего страшного а если вы уходите там я не знаю больше и приходите и думаете что вы не будете платить то как бы нет надо платить потом эти два часика вдруг стали полтора потом полтора стал как один час я сказал так подождите мне бы понять сначала два теперь полтора теперь один я что понять не могу и тут не выдается грандиозная мысль но обед же час я не стал спорте сказал ну да обед час мы в общем ушли не то что прям обиделись нет мы просто вообще уже собирались уходить на самом деле ситуация выглядит таким образом как будто бы я должна обедать очень очень быстро на отдыхе до для того чтобы вернуться и не прощелкать извините за сленг свой шезлон мне это непонятно как будто бы я где-то в школе и опаздываю на урок или что такое какое-то такое ощущение что ну вообще весьма странно и ребятам тоже но надо дать должное они не любят разбираться нет никаких скандалов все очень ну как бы просто вот неприятной ситуации все поэтому нужно немножко это учитывать и вот чтобы не получилось так как получилось у меня в целом ребят грузины они вообще классные очень любопытные то есть они увидят нашу пару один из парней который продавал обувь он спросил откуда я откуда мой мужчина и сказала что я из россии он из дании тут же начали сыпаться вопросы на предмет того как вы познакомились делать первый раз учитель к этому тоже нужно быть готовым нет абсолютно ничего плохого это просто такое вот здоровое любопытство которое конечно может не многим понравится некоторые будут думать что ты вообще в мою личную жизнь до видишь для меня это не представляет никакого вообще ничего негативного из себя поэтому я считаю что это очень милое качество вот и все грузина очень доброжелательная очень развитая нация они молодцы они очень много добились за эти годы и здесь чувствуется свобода как я уже об этом говорила ну а теперь друзья я уже почему-то минут 30 мне кажется что своего мужчину пока он принесет поможет наверно там жуткая очередь встретимся с вами потом не забывайте что с вами я вера и мой мужчина я и мы вам показываем то что нас самих впечатляет делимся с вами незабываемыми кадрами наших видео и кстати еще хочу сказать что мы рассматриваем грузию для как страну наверное нашим совместного будущего на самом деле если мы будем сравнивать ту же турцию которая очень сильно прикипела свое время груза мы найдем очень много плюсов и об этих плюсах мы уже поговорим с вами другом видео всем пока ребят все